И что сделал тот Левен? Он оставил и Шурапани, и Соломона, и вернулся в Кархе. Соломон вступил в битву с турками и изгнал их. Казалось, что дела Соломона были совсем плохи, но случилось, что случилось. Он победил. И на меня, и на русских после этого грузины стали смотреть совсем косо. Надо было исправлять ситуацию. Поэтому я предложил Ираклию выступить вместе на Ахалцихе. Ираклий II с пятитысячным войском и тот Лебен с полутора-сто тысячами выступили на Ахалцихе. Ахалцихе. Конфликт начался сразу же. Тот Лебен хотел, чтобы он был главнокомандующим. У Аспинзы против Ираклия II и Тот Лебена выступило объединенное турецкое войско. Тот Лебен заявил, что он не согласен воевать, если он не будет командовать войском. Развернулся и покинул поле битвы. Знаменитую Аспинскую битву Ираклий выиграл у многократно превышающего врага, благодаря своему гению военного тактика и мужеству, приняв, как и, впрочем, всегда личное участие в сражении. Предательство Тот Лебена я объяснил личными качествами этого человека. Я, правда, удивлялся, почему Петербург прислал столь недостойного на выполнение такой важной миссии. Не мог же я внести сомнений в благочестивые намерения единоверной императрицы. Одним словом, я все свалил на личные пороки этого человека и попросил Петербург вмешаться. Я знаю, что я честно выполнил свою миссию. Параллельно с Аспинской победой Соломон освободил от турок крепости Шорапан, Багдаде и Кутаиси. Позже Ираклий изгнал турок из Джавахетли, Артаань, Карса. У него открылась возможность прорваться в сторону Анатолии. Но по настоятельному требованию князя Львова он вынужден был приостановить наступление. Львов вмешался вовремя. Если б в Европе стало известно, что грузины без нашей помощи добиваются серьезных успехов, продвигаясь вглубь атаманской империи, мы не могли допустить, чтобы наше присутствие на Восточном фронте выглядело, как будто Россия присутствовала здесь, как просто зритель, натравливающий грузин на турок. В конце 1770 года матушка Екатерина отозвала меня назад в Россию. За верную службу мне были возвращены все регалии, которых меня лишили в 1762 году, назначили командующим дивизией и направились с новой миссией в Варшаву. Екатерина заменила Тотлябина Сухотиным, а в 1772 году и вовсе вывела экспедиционный корпус из Грузии. В 1774 году Россия заключила с турками Кюрчук-Кайнарджийский мир, принесший России большие выгоды. Грузия же осталась одна наедине со своими разгневанными соседями. Субтитры создавал DimaTorzok Это была программа «История в лицах». Я ее ведущий Зураб Кипшидзе. Встретимся через неделю. Не забывайте историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok